всех приветствую на своем канале сегодня свой обзор посвященный моделями игрушкам по мотивам вкладышей turbo я хочу посвятить автомобилю ford mustang gt этот вкладыш выпускался под номером 58 во второй серии вкладышей turbo турецкого производителя кондитерских изделий кент гида ford mustang культовый автомобиль класса pony карт от ford motor company производство которых стартовало в 1965 году и продолжается до наших дней по состоянию на 2023 год существует уже 7 поколений ford mustang на вкладыше изображен ford mustang gt третьего поколения которые производились 1979 по 1993 год причем то что на вкладыше это уже третье поколение mustang после рестайлинга 1987 года до 1987 автомобили третьего поколения отличались как внешне например по фарам решетки радиатора и аэродинамическим показателям так и по двигателям и типу системы впрыску топлива ford mustang третьего поколения производился в различных модификациях от базовая l со стоковым мотором на 2 и 3 литра и до спортивных gt svo или cobra с 5 литровыми движками мощность при этом варьировалась от 88 до 235 лошадиных сил причем до рестайлинга 1927 года в серийном производстве было в разные периоды 7 8 вариантов комплектации а после рестайлинга осталось всего 3 lx gt и обновленная cobra всего за 15 лет было произведено более двух с половиной миллионов mustang третьего поколения различных модификаций в своем сегодняшнем обзоре я покажу две модели ford mustang но к сожалению ни одна из них не соответствует модификации gt которая указана на вкладыше кроме того на вкладыше показан ford после рестайлинга 1927 года мои же модели судя по некоторым деталям относятся к периоду до рестайлинга тем не менее все-таки они третьего поколения и основные черты mustang of того периода в них отчетливо просматриваются первая модель от производителя corgi представляет собой ford mustang спортивные модификации cobra в масштабе 1.36 если рассматривать реальный автомобиль то этой модификации правой за производилась начале 80-х годов и потом уже была заменена на прокачанную версию gt внешне и отличают передние и задние спойлеры фальшивый воздухозаборник на капоте модель сделана из металла и открывающимся частями у нее являются капот и багажное отделение под капотом есть имитация двигателя которая выглядит довольно неаккуратно из-за обилия хрома но все-таки лучше так чем вообще без ничего задняя часть открывается так широко что внутри есть доступ почти ко всему салону эта кобра имеет имитацию всех необходимых для этой модификации внешних аксессуаров с которыми относятся спойлеры воздухозаборник люк на крыше молдинги черная краска нижней части кузова противотуманные фары графические изображения нищие у этого ford проработано довольно неплохо а сзади даже имеется крюк для фаркопа не знаю был ли он настоящий модель в этой комплектации но скорее всего корги делал их на своих моделях для игрушечных прицепов что-то подобное встречалось на других модельках этого производителя игрушек колеса установлены литые пластиковые но диски хромированы что придает им большую привлекательность общее впечатление от этой модели положительные и этот ford mustang кобра гораздо более привлекательны своими грубыми формами чем модель после рестайлинга которая представлена на вкладыш вторая модель от производителя hot wheels масштабе 164 скорее представляет собой игрушку но все же производитель попытался показать в ней другую модификацию ford mustang а именно с в а от 1924 года который был создан чтобы показать повышение мощности до 175 лошадиных сил визуально с выделялись своими уникальными двухъярусными задними спойлерами полосатыми задними фонарями 16 дюймовыми колесами воздухозаборниками на капоте и выгнутой переднюю частью без решетки ford от hot wheels внешне довольно примитивен но все-таки узнать mustang в нем можно легко игрушка сделана из металла и открывающих частей у него нет никаких внешне она имеет все самые необходимые атрибуты перечисленные мною ранее стоит отметить что днище проработано довольно неплохо и его даже можно поставить в один ряд по детализации с предыдущей модели от корги этот вариант mustang приятный на ощупь но все же остается простой игрушкой и ничем не примечательен кроме того что hot wheels вспомнил эту модификацию и показал в своем модельном ряду игрушек как самый бюджетный вариант ford mustang эта игрушка вполне подходит для коллекции конечно в продаже есть и другие модели ford mustang и даже можно найти модификацию gt как на вкладыше но они уже стоят значительно дороже и в свободной продаже их не найти разве что на аукционах или случайно на каком-то сайте объявлений если вам интересны автомобили ford то на моем канале есть еще несколько видео про масштабные модели этой марки например вот эти которые сейчас появились у вас на экране всем добра и мира